Михаил Игнатьев подписал распоряжение о реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике на 2015-2017 годы. Он включает в себя меры по активизации экономического роста, поддержке различных отраслей экономики, промышленности, энергетического комплекса и транспорта. Об этом глава Чувашии сообщил на заседании правительства. Министр экономического развития Владимир Аврелькин представил комплексный план действий органов исполнительной власти по реализации послания главы Чувашии на текущий год. В проект вошли 83 мероприятия. Они касаются разработки нормативной базы по инвестиционной деятельности, развитию сельского хозяйства и регулированию рынка сельхозпродукции. В перечне также поддержка строительства социально значимых объектов. Сомнения по каким направлениям у вас есть? Как вы государственная министра? Никакие мероприятия не будут выполнены частично, все будут выполнены в полном объеме. На строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских поселениях планируется направить 157 миллионов рублей. Список проблемных дорожных объектов определяли сами муниципалитеты. По районам Чувашской республики, а также на вновь начинаемые объекты строительства уличной дорожной сети в 116 населенных пунктах сельских поселений Чувашской республики. Общей продвиженностью 106 километров. Глава Чувашии предупредил, что аукционы проходили в соответствии с законодательством. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит изменения в республиканскую программу по развитию жилищного строительства. В связи с возросшими банковскими ставками по ипотеке была скорректирована программа субсидирования. По программе «Жилье для российской семьи» ставка составляет теперь 13%. Остальную часть берет на себя государство. С учетом того, что мы прогнозируем среднюю стоимость в первом полгодии в порядке 43 тысяч рублей, то есть минус 20%, у нас это будет эконом-класса. Мы правильно здесь понимаем, что если раньше говорили от факта только ввода, когда представлены будут все правоостановленные документы, сейчас они сдвигают вперед в пользу строительных организаций. Совершенно верно, Михаил Васильевич. То есть на основании подписания соглашений финансовые средства на инженерную инфраструктуру, 4 тысячи на один квадратный метр уже сейчас будет поступать застройщик. На заседании Кабинета министров обсудили и другие вопросы. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.